Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфакт и сегодня будет сравнительный обзор двух профессиональных 3D лазерных уровней с красным лучом. Это две модели Клубиона 3D12RC и Firecore F93TXR. Так, ну давайте начнем с комплектации. У Firecore идет такая более большая сумка с ячейками и толстыми стенками, то есть довольно хорошо защищает прибор при транспортировке. У Клубионы сумка попроще, с тонкими стенками из мягкого материала, но сделано также очень хорошо. В комплект Firecore входит аккумулятор, специальный кейс для батареек, зарядное устройство, такая поворотная база металлическая, я делал на нее более подробный обзор, она продается отдельно, посмотреть его можно перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Лазерная мишенька магнитная с градуировкой и лазерные очки, это максимальная комплектация у Firecore. Также есть комплектация поменьше, она идет в мягкой сумке, похожей на сумку Клубионы и в ней уже нет ни очков, ни поворотной базы. Собственно говоря, только зарядка, переходник на батарейки и аккумулятор. У Клубионы в комплекте, значит, идет зарядное устройство, также которое является адаптером для работы от сети, аккумулятор и вот такое магнитное поворотное крепление. Очень, кстати, классное. По стоимости, друзья, здесь выигрывает, конечно, Клубиона. Данный комплект стоит 5800 рублей, у Firecore максимальный комплект стоит около 7500 рублей, а минимальный комплект стоит 6400 рублей, то есть дороже на 600 рублей, чем у Клубионы, хотя у Клубионы в комплекте уже есть магнитное крепление. Так, друзья, и давайте посмотрим все поближе. И давайте начнем с адаптера. У Firecore это стандартная евро вилка и такой свой вход. У Клубионы, в свою очередь, вилка с USB входом и на выходе microUSB. То есть, согласитесь, это, конечно, несколько удобней. Такой комплект заменить намного проще. По аккумуляторам, друзья, можно сказать следующее. У Firecore идет 1500 мАч, у Клубионы 5200 мАч. Такие аккумуляторы более распространенные, поэтому купить отдельно такой второй либо, допустим, заменить, не составит никакого труда. Такой аккумулятор найти будет чуть посложнее, но они, в принципе, тоже есть. Да, друзья, очень большое отличие, на самом деле, возможности работать от батареек. У Firecore есть такой специальный переходной бокс. Сюда оставляете 4 пальчиковые батарейки и просто работайте от батареек. Если, допустим, сел аккумулятор и нет поблизости розетки. У Клубионы такой возможности нет. Она работает либо от сети, либо от аккумулятора. Переход на батарейки у нее не предусмотрен. Друзья, сравнивать поворотное основание с магнитным креплением, наверное, несколько некорректно, потому что это, в принципе, два разных аксессуара. И кому какой кажется более удобный, выбирает сам. Остальной комплект, друзья, в виде очков и мишеньки рассматривать близко не будем. Это все можете посмотреть в отдельном обзоре лазерного уровня Firecore, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. По техническим характеристикам, друзья, выделим только точность. У них одинаковая заявленная точность плюс-минус 0,3 мм на метр. Все остальные подробные технические характеристики можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. Так, едем дальше. По глобальным отличиям. Значит, у Клубионы применяются кристаллические лазерные модули от местной китайской компании. В принципе, неплохого качества. Далее мы посмотрим их толщину и яркость на разных расстояниях. И, соответственно, конечно же, сравним. У Firecore стоят также кристаллические лазерные модули, но от японской компании Sharp. Эти модули несколько дороже, и поэтому цена Firecore выше, чем цена Клубионы. Качество исполнения обоих приборов очень высокое. То есть, на самом деле, можно сказать, что идеальная сборка. Что у Firecore, что у Клубионы. Из отличий можно отметить клапан, закрывающий гнездо для работы от сети, у Firecore сделан несколько лучше. Он такой более резиновый, плотно закрывается и не отходит. У Клубионы клапан сделан из более жесткой резины и при первом же открытии, когда вы ставите сюда штекер, то клапан у вас начнет отходить от корпуса. Это, конечно, не очень приятно. Также из отличий в основании прибора у Firecore две резьбы 1,4 и 5,8, у Клубионы только одна резьба 1,4 дюйма. Башни, на мой взгляд, сделаны лучше у Клубионы. Они крепятся на 4 отдельных болта через резиновые прокладки. У Firecore они сделаны на защелках и без резиновой прокладки. Но в то же время, друзья, у Firecore, у батарейного отсека здесь на крышке есть резиновая прокладка, которая плотно соприкасается с контуром. То есть, отлично защищает батарейный отсек от попадания инородных предметов и влаги. Отсек у Клубионы такой прокладки резиновой не имеют, хотя защита от пыли и влаги у них заявлено одинаково, IP54. Да, также значительно отличается панель управления. У Firecore она более информативная, имеет две кнопки, индикаторы и 4 индикатора разряда батареи. То есть, это очень удобно, здесь ступеньками будет разряжаться у вас батарея и вам будет понятно, сколько вам еще осталось работать от батарей либо аккумулятора. У Клубионы всего одна кнопка и есть два индикатора. Индикатор режима работ с приемником и индикатор разряда батарей, просто с одним диодом. Так, друзья, давайте сейчас их включим и посмотрим, как отличаются у них алгоритмы переключения плоскостей. Управление у этих двух лазеров также очень сильно отличается. При включении тумблера, тумблер у всех удобный, что у Клубионы, что у Firecore. То есть, при включении тумблера у Firecore загорается сразу горизонт, у Клубионы ничего не горит, но компенсатор в этот момент разблокирован. Это, на мой взгляд, самый большой минус Клубионы, потому что можно не заметить, забыть, что у вас включен прибор, положить сумку и поехать куда-нибудь с ним с разблокированным компенсатором. Дальше, кнопкой лазер у Firecore переключаются все плоскости по отдельности. То есть, вот сейчас горит один горизонт, дальше нажимаете, горит передняя вертикаль, только одна. Следующее нажатие, загорается дополнительная вертикаль, горят только две вертикали. Следующее нажатие, горят все три плоскости. И далее, по кругу. Ну, собственно говоря, самый простой, самый понятный и удобный алгоритм переключения плоскостей. У Клубионы вы открыли компенсатор, нажимаете на кнопку сверху и у вас загорается все три плоскости сразу. Следующее нажатие, отключает вертикали и оставляет только один горизонт. Следующее нажатие, выбирает одну вертикаль спереди, следующая вертикаль и горизонт. Следующее, две вертикали, отдельно без горизонта и опять все три плоскости и далее по кругу. Ну, то есть, согласитесь, несколько более запутанный алгоритм переключения плоскостей. Но, в принципе, тем не менее, можно переключать плоскости все по отдельности. Можно выбрать и отдельно горизонт и отдельно одну вертикаль. Так же, как и у Fireco. Можно воспользоваться либо одним горизонтом, либо одной вертикалью. Это, в принципе, удобно, чтобы не слепить посторонних людей. Ну и, соответственно, не тратить заряд батареи. Также, из отличий, у Fireco есть отдельная кнопка для режима работы с приемником. То есть, вы нажимаете, линия начинает гореть чуть тусклее. Все, можете работать с приемником. У Clubione также этот режим есть, но чтобы его выбрать, нужно зажать эту кнопку сверху на несколько секунд. Вот так же линия стала гореть чуть тусклее и загорелся отдельный индикатор. Да, друзья, еще такое отличие. При работе с заблокированным компенсатором включить режим работы с приемником у Clubione можно только в режиме автовыравнивания. Вот, допустим, как сейчас. Вы проделали весь алгоритм, включили режим работы с приемником и только после этого заблокировали компенсатор. И в этом режиме вы также можете работать с приемником. У Fireco все с этим, конечно, намного понятней. Вы просто выключаете прибор, компенсатор у вас заблокирован, зажимаете кнопку лазер на несколько секунд, у вас активируется первая плоскость горизонтальная, также переключаются все плоскости в этом режиме и отдельной кнопкой вы можете выбрать режим работы с приемником. То есть все управление интуитивно понятно на самом деле. В режиме работы под наклоном у обоих нивелиров линии мигают раз в 5 секунд. Да, друзья, еще одно неудобство в управлении Clubione, на мой взгляд, это выключение прибора непосредственно. То есть, чтобы вам его выключить, вам нужно сначала заблокировать компенсатор, все плоскости у вас продолжают гореть и только после этого вы зажимаете кнопку на несколько секунд и у вас все плоскости отключается, таким образом у вас прибор выключается. У Firecore же все намного проще, вот горят все плоскости, вы просто выключаете тумблер и прибор полностью отключается. Да, друзья, диапазон работы компенсатора у обоих нивелиров одинаковый, плюс-минус 4 градуса во все стороны, то есть этот угол они скомпенсируют. И давайте посмотрим, насколько быстро компенсатор устанавливается в исходное положение, при наклоне, допустим, либо включении прибора. Ну, как видите, Firecore устанавливается намного быстрее, чем у Clubione, примерно в два раза. Да, хочется сказать пару слов об разборке и настройке приборов. Эти видео вы также можете посмотреть на канале, но можно сказать, что разбираются они, в принципе, одинаково просто, а вот по настройке есть некие отличия. Здесь очень большой плюс есть у Clubione. Она намного проще настраивается, чем, допустим, Firecore, но эта настройка касается только соосного смещения плоскостей, то есть при таком смещении вам будет просто достаточно снять пару башен открутить и добраться до двух истировочных винтов, которыми вы все быстро исправите. Ну, Firecore настройка чуть посложнее, но, в принципе, также может разобраться любой пользователь, поэтому, друзья, здесь огромный плюс, конечно, достается Clubione. Так, и давайте перейдем к сравнению лазерных линий по толщине и по яркости на разных расстояниях. Так, друзья, на одном метре показатели такие, по яркости линии практически одинаковые, различий не вижу, по толщине Firecore чуть-чуть совсем, но потоньше, а так обе линии меньше двух миллиметров. Еще можно выделить такой момент, на фотоаппарате не очень видно, контуры линии также почетче у Firecore. Так, давайте теперь посмотрим на пяти метрах. На пяти метрах линии одинаковые, как по яркости, так и по толщине, в районе одного миллиметра, каких-то особых различий я не вижу. И давайте посмотрим на пятнадцати метрах. Так, и на пятнадцати метрах ситуация одинаковая, по толщине около трех-четырех миллиметров Firecore идет сверху, клубиона снизу, но по яркости Firecore чуть поярче. В общем, друзья, по факту два очередных классных прибора, поэтому сделать однозначный выбор действительно очень сложно, но если смотреть все-таки объективно, то, наверное, мой выбор все-таки бы упал в сторону Firecore. Он более продуманный, у него более качественные комплектующие, соответственно, поэтому он несколько и дороже. В общем, друзья, смотрите, думайте и принимайте решения. Если видео было полезным, то ставьте обязательно палец вверх, не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok